Всем привет! Друзья, сегодня я вновь вернусь на свою любимую Сумщину, где год назад я шел в депутаты по 160-му опругу. Вернее, я приехал минусовать по опругу всех кандидатов врагов Украины. Что, в принципе, вместе с активистами, бойцами ДУК-правый сектор, АЗОА, нам удалось сделать. Я хочу напомнить, что по моему опругу мы не дали пройти ни кандидатам АПЗЖ, ни за команде, ни кандидатам ГРКЧа. Ну, привет, Семенихин! Ранее я уже рассказывал про таких паразитов Сумщины, как выпускник Академии КГБ и агент влияния России Андрей Деркач. Представитель прогацарских кандонов партии АПЗЖ в Шостке, любитель сдавать на металловом оградки с кладбищ и дорожные люки, он же Вовочка, он же Владимир Пелебейко. Подельник всей этой групп-компании, маскирующейся под патриота, Тёма Семенихин, он же Телекузик. Ну и про многих других персонажей, которые мешают нормально жить в Украине и развиваться в Сумщине. Теперь речь пойдет про главного угоря Шостки, который на многие годы присосался к местному бюджету. Это мэр Шостки, Коля Нага. Речь пойдет о том, как Коля строит безобидное будущее своим отпрыском в Соединенных Штатах Америки. Покупает вилы, обеспечивает роскошную жизнь своей дочери. Ну, интересно, на какие деньги? Давайте разберемся. Как известно, Шостка – город с миллиардным бюджетом. Только где же эти деньги? За 20 лет работы ноги предприятия Шостки перестали работать, а некоторые были порезаны на металл и разобраны на стройматериалы. Люди потеряли рабочие места. Городские крыши, трубопроводы и дороги, если не в дырках, то в заплатках. Все догадываются и многие точно знают, что бюджет разворовывается. Можно немногих обманывать долго, можно многих недолго, но нельзя многих и долго. При этом мэр владеет только одним китайским мопедом, одним костюмом с протертыми локтями и одними стоптанными туфлями. Бедная церковная мышь не нажила даже квартиры. Так и живет на чемоданах 20 лет. С чего бы это, спросите вы? Его партнеры, с кем он резал схему, например, тот же Вова Пилипейко или Юра Чмырь, стали долларовыми миллионерами. Все его подельники – подрядчики-миллионеры. Ведь Шостка – город с миллиардным бюджетом. Пилить – не перепилить. Простите, строить – не перестроить. Но город не развивается и деградирует. Бюджет города расписан якобы на благие и нужные дела. Деньги всегда освоены, а обещанные работы так и не сделаны. Люди теряются в догадках и поражаются. Куда деваются городские деньги? Почему в городе без мэра не решается ни один маломайский вопрос? Почему Николая Петровича деловые партнеры называют Оля 5%? Почему мэр 20 лет в одних башмаках и без семьи? Без серебряник. Ты смотри, какой скромняга. Так куда же конвертируются нетрудовые доходы? Чемоданы под кроватью в казенной квартире? Вире, как его кумир, корейка? Или? Оказывается, у деда Коли есть семья. Есть ради чего притворяться гражданином корейка. Так вот, стали известны интересные факты о малоизвестной жизни семьи мэра города Шостки Наги. Руководящего, а скорее всего, правильнее будет сказать, правящего Шосткой 20 лет в одном костюме. Посмотрите, какой увлекательной жизнью живет в Америке Татьяна Довжун, дочка мэра Шостки Наги. На фотографиях и картах ее путешествий видно, что денег за границей у семьи Наги куры не клюют. Шосткинский бюджет, хоть и не резиновый, но судя по фото из жизни Татьяны, денег хватает на шикарную жизнь. Рестораны, отели, театры, перелеты самолетами с Северной Америки в Южную Америку, Африку, Европу. Летает в разные города США. Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Вашингтон, Майами, Бостон, а также Мексика, Гвадалахара. Перелеты в Египет. На многих фото прогулки с собаками и небольшая хатынка в Нью-Джерси, где эти собаки живут. Тут, наверное, и будет жить и сам Нага после завершения карьеры. В то время как рядовые американцы большую часть своей жизни работают, чтобы жить в достатке, дочь мэра Шостки живет в Америке так, что сами американцы позадидовали бы ей. Лизаблюды Наги скажут, что она медик и зарабатывает в Украине огромные деньги. Можно, конечно, пофантазировать, но в Украине врач живет на 4200 гривен зарплаты. Найдите молодого доктора в Украине, который сможет жить в Америке не хуже американцев. Ну что, таких нет? Да и достижения в бизнесе у дочери Наги не впечатляют. В 2004 году Нага купил дочке в суммах квартиру по улице Кирова, дом 48, квартира 1. В этой же квартире он оформил на свою дочь Довжук Татьяну Николаевну бизнес для прикрытия ООО БИД – розничная торговля фармацевтическими товарами. Размер взноса в уставной фонд бизнеса со стороны Николая был подозрительно смешон – 10 тысяч гривен. Дата регистрации бизнеса – 7 июня 2004 года. Учредитель юридического лица Довжук Татьяна Николаевна. В 2013 году Николай покупает дочери автомобиль Митсубиси Паджеро, а со временем и квартиру в Киеве. В общей сложности подарочки обошлись в 2 с лишним миллиона. Когда с Майдана запахло горелыми шинами, Нага почуял неладное. 30 декабря 2014 года закрывает в суммах так называемый бизнес. Вот судебное решение по делу о прекращении бизнеса. Держать большие деньги в Украине стало опасно, и семья планирует их прятать за рубежом. Выбрали США. Татьяна разводится с мужем Довжуком Вадимом Леонидовичем, а тем временем Николай Нага начинает налаживать быт семьи в Америке. Уважаемые шосткинцы, но почему вы должны оплачивать в прихоти роскошную жизнь семье Николая Наги? И сколько еще лет этот гражданин Корейка будет вас грабить? Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте делиться моими материалами. Украина должна знать своих врагов и антигероев. Далее будет. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин